Степень готовности объектов к отопительному сезону обсудили на еженедельном штабе под председательством первого заместителя главы города Владимира Василенко. На сегодняшний день жилищный фонд города готов к приему тепла на 97,5%. Из 10254 многоквартирных домов в 10 тысячах уже завершились работы. Кроме того, объекты социальной сферы города также вышли на финишную прямую. Точно мы завершаем подготовку в работе все 36 объектов, которые со сроком есть из них 15, завершение 15, а есть часть, эти уйдут на 20-22 число в данной ситуации. Но это не говорит о том, что при завершении этих работ мы не сможем по подаче тепла к части объектов, которые мы всегда в первую очередь включаем, объекты социальной сферы. Чтобы отопительный сезон начался и прошел без сбоев, работа на теплотрассах на повышенном контроле. Ответственность колоссальная, потому как в этом году в сравнении с прошлым объем работ увеличился в разы. Например, в ночь на 8 сентября специалисты взялись за участок на проезжей части по улице Первомайской между домами 24 и 27. Работы по укладке труб и гидроизоляции бетонных лотков коммуникации близятся к завершению. Закончить подрядчик планируют уже в ночь на 10 сентября. Другими словами, справились менее чем за двое суток, хотя обычно модернизация на таком участке занимает вдвое больше времени. Следующим этапом будут восстановление и благоустройство территории. Подрядчик нацелен на то, чтобы как можно быстрее закончить работы. Это позволит открыть движение транспорта по привычной схеме. Обязательно надо. Такого еще никогда не было. Для того, чтобы нормально существовали коммуникации, чтобы не было прорыва, чтобы тепло поступало в дом. В этом году в городе модернизируют 58 объектов теплосетей. Масштаб беспрецедентный не только для Самары. Если не брать в расчет Москву и Санкт-Петербург, то ни в одном другом городе страны столь большого сезонного объема работ на теплосетях не было. Планы по модернизации реализуются благодаря переходу области на новую модель тарифообразования по методу «Альтернативная котельная», а также увеличенному объему инвестиций. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.